здравствуйте уважаемые друзья хотел бы предложить вашему вниманию немножко забытую приманку которая называется муха блесна это тройничок как видно закрепленным лепесточком он может быть вот так исполнен в меньшем варианте в большем варианте у меня изготовлены есть и на 16 номере которые с удовольствием ловят плотву очень очень результативная приманка учитывая то что сейчас такое время межсезонье осень я бы хотел предложить вашему вниманию связать по более крупному окуню ну и также щука не пройдет стороной давайте приступим для этого нам понадобится тройник насколько максимально возможно чтобы было удлинено цевьё потому что при изготовлении чем больше тела и длиннее цевьё тем более удобней извлекать потом приманку исходя из того что у нас допустим длина цевья в данный момент позволяет я специально под меня изготавливали эти тройнички просил насколько возможно длиннее сделать сам тройник для начала нам под величину этого тройничка вот понадобится лепесток вот такой величины как его изготавливать в одном из фильмов я изготавливал вертушки там видно как это все делается но для того чтобы закрепить уже просверленный наш лепесток для этого необходимо нам взять определенный инструмент берем бокорезы обыкновенные бокорезы и с краю вот так вот откусываем кромочку откусили аккуратно отогнули в сторону и на это место заведем вертлюжок вертлюжок должен быть достаточной величины для того чтобы можно было одеть наш раскусанный крутится вертлюжок и достаточно хороший вертлюжок для того чтобы наш лепесток не заедал в работе и не крутил приманку после того как мы одели наш вертлюжок нам надо взять и обратно загнуть наши края этого будет достаточно для того чтобы наш лепесток надежно держался вот как вы видите после многочисленных поклевок положение и крепость его не становится хуже потому что лепесток у нас данный момент не столько страдает сколько сам тройник и опушка для крепления я использую обыкновенную проволоку которая идет для намотки спиралей диаметр нихрома я беру взял 025 и вымерял длину так чтобы я мог откусить и спокойно потом подогнуть кончики подготовительную работу мы с вами сделали теперь промажем немножечко клеем и промотаем нитками обмотку будем выполнять до самого загиба до наших тройничков подготовили ровную площадочку которая у нас пропитана клеем и можем теперь закрепить нашу нить вернее нашу проволоку можно изготавливать на леске длину я соизмеряю так чтобы у меня немножечко колечко выходило за сам загиб наших тройничков совсем немножко это будет гарантировать то что лепесток у меня будет вращаться нормально даже если по каким-либо причинам засориться или допустим от древности уже не сможет крутиться но вопрос вертюшков очень болезненный был всегда поэтому если у вас есть возможность приобретать более качественные так чтобы работали на подшипниках это я только приветствую вот мы закрепили этого вполне достаточно для того чтобы не оторвался наш лепесточек и теперь для того чтобы наша мушка в частности муха блесна не крутилась для этого я произвожу огрузку в передней части в передней трети нашего тройничка это выравнивает у нас движение нашего импровизированного стримера и за счет этого игра значительно его лучше он не кувыркается для этих целей я беру обыкновенную обыкновенный свинец который вот в катушках можно использовать листовой как вы захотите если вам по толщине он не подходит я вот сделал для себя вот такое друг выточил приспособление с пальца я обкатываю как валиком этот свинец можно кромкой бокорезов утконосов как вам будет удобно и здесь насколько вот нам возможно не доходя до колечка мы промотаем наш свинец учитывая то что тройник имеет большие габариты много мы не сможем с вами добавить свинца поэтому желательно использовать или же вольфрамовую проволоку или же утяжеленную смесь которая продается в интернет-магазинах вот такое количество нам будет достаточно остатки убираем подровняли свинец промазали клеем и промотаем еще раз отрезаем опять уже и постоянно готовы потому что мы сейчас это все закроем даббингом но для того чтобы он не прокручивался для этого нам необходимо его хорошо закрепить доводим до самого загиба и теперь я беру желательно любой вот такой синтетический даббинг который позволяет сделать более привлекательную нашу мушку для этого стримера я буду использовать так как а пушку я буду производить перышком цвета шартрес поэтому я возьму для работы слегка вот такой оранжево-желтый чтобы его можно было спровоцировать расцветкой на поклевку и аккуратно так чтобы не порвать нашу нить проматываем от загиба и не доходя до колечка примерно миллиметров пять шесть семь так как мы с вами будем еще изготавливать опушечку добавим еще вот закрепили здесь и теперь у меня здесь совсем совсем немножечко необходимо сделать оборотов были остатки вот такого пера шартрес я его закрепляю здесь капну капельку клея закреплю перо и поменяю нить так как головку я буду изготавливать другой нитью закрепили сделали парочку полуузлов полуузлов и поменяем нашу нить и теперь здесь же подравниваем наши перышки возьмем перодержатель и сколько у нас есть в остатках пера столько сделаем оборотов а пушка здесь ее величина как раз не повредят добрались до колечка крепим наше перо убираем все перья и формируем здесь головку как вы видите в изготовлении довольно таки прост но в зависимости от величины реагирует очень хорошо разная рыба начиная от плотвы красноперки про окуня щуку я уже не говорю все зависит от глубины от проводки и от размера нашей приманочки пробуйте с цветами с габаритами приманка довольно таки успешная она вас отблагодарит как вы видите приманочка наша готова вскроем лаком и можно уже рыбачить всего вам хорошего до скорых встреч забывайте добрые встречи добрых встреч все встречи чтоб ж